Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Основной целью любого предприятия в условиях рыночной экономики является сохранение своих позиций на рынке, рост или, по крайней мере, стабильное получение прибыли. И главным средством для этого является высокая конкурентоспособность предприятия. Может ли наша продукция конкурировать с другими на мировых рынках? Как сумели выжить в это сложное для Молдовы экономическое время виноделы страны? На примере некоторых предприятий мы попытаемся найти ответ на эти вопросы. Винодельческий завод «Никсовин» в селе Феропонтьевка Камрадского района начал свою деятельность в 2001 году. Чтобы выжить те годы, винзаводы объединились и создали агропромышленное объединение «Вина Камрата». С тех пор прошло 15 лет. Винодельческое предприятие «Никсовин» и по сегодняшний день успешно производит высококачественную винную продукцию и конкурирует наравне с известными брендами Республики Молдова как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В данное время этот винзавод работает в полную мощность. В 2001 году мы его приобрели. Было тогда объединение, агропромышленное объединение, «Камрат», «Вина Камрата». Оттуда мы его выкупили. И вот с тех пор на этом заводе существует предприятие «Никсовин», которое производит большое количество виноматериалов. Производим, реализуем. Можно сказать, где-то около 7-8 стран. Производим такие виноматериалы, как «Кабарде», «Мерло», «Саперави». Из белых сортов – это «Олиготе», «Савиньон». Вина данного предприятия конкурентоспособны, отмечает заведующая лабораторией данного винзавода. Ведь вино, как живой организм, рождается, молодеет, живёт и стареет. Поэтому и отношения к ним разные. Всё должно соответствовать стандартам и требованиям. Лаборатория является сердцем предприятия. Потому как от того, как работает лаборатория, значит, будет зависеть и работа на самом предприятии, на винзаводе в частности. И на нашей лаборатории работает два человека. И мы были аттестованы осенью этого года. Нас аттестовали на три года. Мы стараемся, чтобы предприятие работало, чтобы мы отправляли вина, грузили качественные виноматериалы. И чтобы более-менее стараемся поддерживать уровень производства на том уровне, какие требования на сегодняшний день. Во время нашей съёмки на винзаводе осуществлялась отгрузка вина в Абхазию. Эту ответственную работу выполняли опытные виноделы. Дмитрий Грек на заводе работает уже много лет. И технологический процесс виноделия хорошо знает. Кроме него на предприятии работают ещё около 40 человек. Вот вино фильтруем, оклеиваем их. И сперва оклеиваем, после фильтруем. Когда одна отправка. Вот сейчас готовимся. Будем грузить вино белое в Абхазию. С потери традиционных рынков сбыта, особенно в Российской Федерации, производство продукции на данном предприятии уменьшилось. Но открылись другие рынки Европейского Союза, и предприятие быстро сориентировалось. Правда, пришлось поработать и над конкурентоспособностью. В настоящее время Никсовин экспортирует свою продукцию в более восьми стран Европейского Союза. Но самый надёжный партнёр, по словам заведующего производством вина, это Румыния. В последнее время торговля пошла. И в основном свои вина мы продаём в республику Румыния. У нас сложились с ними такие хорошие отношения. Они нам придерживаются условий договора, и нам очень приятно с ними работать. Румыния больше предпочитает красный вино. Красный вино, но вот мы сейчас даже буквально два дня назад я туда отправил 10 тысяч савиньонов. На этом предприятие Никсовин не останавливается. Оптимистичные планы, хорошая перспектива есть, отмечает заведующий предприятием. В будущем планируется обновление цеха по розливу вина. Предприятие планирует в этом году принять около 4 тысяч тонн винограда. Ну и, конечно же, расширение географии, реализация своей продукции в европейские рынки. Конкурентоспособность. Проверка зрелости экономики. Тема сегодняшней передачи. И рассуждать мы будем с участниками в студии АТВ. Александром Кинзигелян, исполняющий обязанности начальника АПК Гагаузии, и Иваном Лазаревым, менеджером Ассоциации виноделов Гагаузии. Здравствуйте, уважаемые участники. Добро пожаловать к нам на передачу. Эта встреча пройдет в формате телемоста между Камратом и Кишиневым. И с нами на связи сегодня Иван Лука, владелец винотеки в городе Кишинев. Здравствуйте, Иван. Ну что ж, начнем дискуссию в нашей студии. Господин Кинзигелян, вы совсем недавно стали возглавлять АПК Гагаузии, да? Ну сразу же вам задам такой вопрос. Насколько легко и просто быть конкурентоспособным предприятием в сегодняшних условиях, а может быть, напротив, это трудно и невозможно. От чего это зависит? Ну раз у нас существуют конкурентные предприятия, значит, это все-таки возможно. Поэтому это, скорее всего, наверное, первое лежит в плоскости общечеловеческих ценностей. То есть если порядочный бизнес, это порядочное отношение к людям, которые окружают, к партнерам, с которыми ты работаешь, значит, у тебя все будут в порядке. И если второе составляющее, это если грамотно составлен бизнес-проект и ведется правильно экономика предприятия, значит, ты будешь конкурентным на рынке и будешь достойно занимать ту нишу, которую ты пытался завоевать и которую ты завоевал. То есть от самого же предприятия это и зависит, да? В основном от руководства предприятия, ну и от правил игры, которые устанавливает государство. Спасибо. Господин Лазарев, рентабельно ли сегодня в нашей южной засушливой местности выращивать виноград и производить вино? Что значит для жителей Юга Молдовы производить вино? Ну если говорить о рентабельности производства винограда, то, конечно, важную роль имеет ценовая политика на виноград. А виноград рентабелен. Так. Потому что основные... Наши, у нас на юге. Конечно, на юге он рентабелен, потому что... Если было бы не рентабельно... Никто бы этим не занимался. Конечно, отпадает вопрос. И его бы не выращивали. Хорошо, а какой сорт винограда у нас выращивают? Ну, сортовой состав винограда, который выращивается на юге, он различен. Это есть и столовые сорта, есть и технические сорта. Если говорить о столовых сортах, то он различен, так скажем. А если говорить о технических сортах, то в основном превалируют красные сорта. Но процентов 60 красных, процентов 40 белых. Если говорить конкретнее, то основную роль играют Шардоне, Каберне-Савиньон, Мерло, Пино есть, Савиньон-Блан есть. То есть в основном классические сорта. Но в основном больше красные, да, вина в основном предпочитают. Спасибо. Скажите, господин Кендегелян, вот сколько у нас в автономии было винзаводов, скажем, лет 20 тому назад, да? И сколько функционирует сейчас? Ну, в советское время у нас было порядка 11 винзаводов. На сегодняшний день у нас только входящих в ассоциацию виноделов Гагаузии входит 15. То есть как бы есть в этом рост. Но раньше в каждом населенном пункте у нас был винпункт. То есть первичная переработка винограда была там. И дальше уже сусла отправляли на винзаводы крупные. Сегодня этих винпунктов нет. Поэтому с одной стороны как бы есть увеличение заводов-переработчиков. С другой стороны уменьшение пунктов первичной переработки. Сколько у нас функционирует сейчас заводов? На сегодняшний день у нас 15 винзаводов, которые входят в ассоциацию виноделов Гагаузии. Они конкурентоспособны? Ну, раз они существуют, раз они работают, я думаю, что они конкурентны. Мало того, что у нас даже есть информация о том, что они завоевают призовые места на международных выставках. По-моему, Жемчужина у нас в последнее время очень неплохо выступает. Где-то, по-моему, в Румынии был конкурс какой-то проводили, да? Да, Жемчужина, если говорить о конкурсах, буквально этой зимой 2016 года, да, на такой выставке, как продэкспо Москва, две золотые медали у Жемчужины. Если говорить о других предприятиях, например, Лина Камрата, список вообще обширный. 15-й год, Румыния, 5 золотых медалей. 16-й год, Румыния, 7 золотых медалей. Голландия, 15-й год, Гран-при. Если говорить дальше, на юг идем. Баставан, они вообще поразили такое мероприятие, такой конкурс, как Декантер, сейчас один момент, Букурест Челлендж Интернешнл Дювин, они взяли медали. Интернешнл Вайн Контест, Букурест, взяли медали. То есть получается, что наши предприятия очень активно участвуют во всех международных конкурсах и завоевывают призовые места. То есть есть чем участвовать на конкурсах? Ну а как, виноделие в Республике Молдова в основном развито особенно в процентном отношении, это наша Гаузия, это юг Молдовы, где, я думаю, что процентов 70 аккумулировано всех виноградников и винзаводов тоже. В этот год Бог нам дал достаточно большое количество осадков и те предприятия, которые защищали свои виноградники от болезней, они, естественно, получат более качественный продукт и более большего количества. То есть это все зависит от хозяйствования предприятия. Если они делают это все грамотно, профессионально, и результаты будут хорошие. Я почему спросила про качество продукции? Потому что я сейчас хочу предложить вам посмотреть видеоролик, из которого мы узнаем мнение людей. Поймем, что они думают о том, что мы выращиваем, что мы едим, насколько наша продукция конкурентоспособна хотя бы на внутреннем рынке страны. Итак, смотрим опрос людей. Молдова – цветущий край. Так всегда говорили о нашей стране за рубежом, а все приезжие гости сегодня восхищаются богатством и обилием урожая. Молдавские вины всегда ценились и пользовались спросом у покупателя. Благодаря этому нашу продукцию можно найти не только на местных прилавках, но и на полках других стран. Однако за последние два года объемы экспорта Республики Молдова постоянно сокращаются. Неужели наши продукты не соответствуют качеству, как раньше? Наша съемочная группа спросила об этом у обычных горожан. Наша продукция, то есть вино, фрукты, овощи, считаю, что экологически чистые, то есть выращенные с душой и произведены тоже по качеству. Ну, как бы не противоречит тем стандартам, тем нормам, которые приписаны для изготовления, например, вина и для выращивания фруктов и овощей. Да, мы заграничные ничего не покупаем. У нас свои овощи. Мы стараемся свои только кушать. За границей очень пичканные и овощи, и фрукты. Питаться теми овощами и фруктами просто невозможно. Просто сама ела, они совсем другого вкуса. Поэтому я думаю, что можно поконкурировать. В Томболдове производится он не более экологически чистый продукт, чем в европейских странах, потому что там применяют гербициды. Это самые такие сильнодействующие, которые, это самое, это ГМО, там все прочее, вот это и применяется для производства, для того, чтобы стимулировать рост. Люди думают, чтобы зарабатывать. Они не думают, чтобы был качественный продукт и чтобы соответствовал европейским стандартам. Скорее всего, у них слишком высокие требования на счет. Наши не хуже продукты. Просто нужно найти рынок сбыта. Спасибо. Сейчас я хочу обратиться к участнику, находящемуся в центральной студии. Парламент ратифицировал соглашение об участии Молдовы в программе ЕС «Конкурентоспособность малых и средних предприятий Косми». Документ был подписан 29 сентября 2014 года. Эта программа нацелена на создание благоприятной среды малых предприятий и выхода их на новые рынки. Что было сделано в этом направлении за два года? Во-первых, разрешите мне сделать шаг назад. Сказать, что я имел большую честь 7 лет быть председателем ассоциации малых производителей вина Молдова. И непосредственно был связан со всеми процессами, которые связывало малых производителей. И могу сказать, что я очень рад, что все эти 7 лет у нас было большое открытие от нашего правительства, парламента, ко всем требованиям, которые были у нас. Если вспомнить, что было, к примеру, в 2010 году, 2011, то у малых производителей, так как вы сказали, шансов попасть на винный рынок Молдовы и уже дальше экспортировать свои продукции было очень мало. Да, даже из-за законодательства, которое было, скажем так, сложной, чтобы попасть на рынок. Начиная с 2013 года у нас новый закон вина и виноделия. И я могу с уверенностью сказать, что это один из самых современных законов сейчас в регионе, который, в принципе, позволяет любому поставить свои продукции на рынок. И уже потребитель будет решать, конкурентно способен ты оставаться тебе на рынке или, не покупая твой продукт, ты просто исчезнешь через определенное время. То есть это новый подход к то, что называется качеством продуктов. Конечно, все продукты должны соответствовать определенным стандартам качества, гигиены, которые проверяются очень строго в нашей национальной лаборатории. Но все остальное оставляется потребителю. Если продукт и вправду конкурентно способный, то он будет продаваться и здесь, и за рубежом. И у производителей малых и больших будут шансы развиваться. То есть это одна очень большая парадигма, которая изменилась в последние пару лет. И это также является, ну, помогает очень многим задумываться о том, что производить виноград это хорошо, производить виноматериал это тоже хорошо, но выходить на рынок уже с готовой продукцией, со своей этикеткой, со своим брендом, тут, конечно же, мы говорим о совсем других прибылях. И поэтому все уже понимают, что производить один лишь виноград не всегда получаешь самые большие выгоды. И законодательство нам сейчас позволяет выходить на рынок с бутылированными винами. Ну и, конечно, экспорт. Если пять лет назад малые производители работали, в принципе, только на местный рынок, сейчас все члены Ассоциации малых производителей вина Молдова практически большинство своей продукции экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья. Если взять мой пример, на сегодняшний день я экспортирую свою продукцию в четыре страны. Это Германия и Украина, то, что здесь рядом, Япония и Южная Корея. Это новые рынки для меня. И интерес к нашим винам на этих нетрадиционных рынках для нашего вина очень большой. И благодаря тем усилиям, которые сделали вместе с нашими коллегами-малыми производителями, получилось заполучить хороших партнеров в таких странах, как Япония и Южная Корея. Спасибо, господин Лука. Еще один вопрос я хочу адресовать вам. Виноделы утверждают, что 70% качества вина напрямую зависит от качества винограда. А какую роль играет бренд? И что означает Carpe Diem? Ну, во-первых, я бы сказал, что даже 90% качества вина зависит от винограда. Из хорошего винограда всегда можно сделать хорошее вино, но также кое-что может не получиться, и вино выйдет не таким, как хотели. Но из плохого винограда никогда, и никто еще не смог, и никогда не сможет сделать качественное вино. То есть не 70%, а 90%. Бренд, конечно, очень важен тоже. Потому что я, во-первых, не согласен с высказыванием, что у нас в Молдове самое хорошее вино в мире. У нас есть очень хорошее вино в Молдове, но также есть хорошее вино в Италии, во Франции, в Испании, в Новой Зеландии, в Аргентине и так далее. И бренд уже помогает продвигать свое очень хорошее вино на местном и на международном рынке. Во-первых, я очень рад, что у нас сейчас работа идет очень интенсивная по продвижению бренду страны. Wine of Moldova. Эта работа была начана 3-4 года назад, и я очень рад, что все виноделы в Молдове, в том числе из Гагаузии, из других регионов Молдовы поняли, что продвигать собственный бренд – это важно, но сначала нужно продвигать бренд страны. Потому что не все, к сожалению, знают, где Молдова, не все знают, что мы вот уже пару тысяч лет вращаем виноград, и из него получаем хороший виноград, вино, извините. Поэтому и очень важно продвигать бренд страны. Carpe Diem – это мой бренд. Это значит «живи сегодняшним днем, лови момент, радуйся моментом». Это из латыни, и я подумал, что это будут хорошие бренды для своих вин, и сегодня под этим брендом я, как и раньше говорил, продаю свои вины на четырех экспортных рынках. Сейчас я предлагаю посмотреть репортаж из Ниспарен, в котором рассказывается о будущих предпринимателях, а после поговорим о том, насколько важно создавать в школах такие учебные классы и обучать детей с малых лет предпринимательству. Смотрим сюжет. Вина, произведенные учениками профессиональной школы из Ниспарень, продаются в магазинах Евросоюза. После золотых и серебряных медалей, полученных в международных конкурсах в Румынии и Южной Корее, вина Кресченда, произведенные в профессиональной школе из города Ниспарень, теперь можно найти и на магазинных полках Германии и Австрии. Мы сконцентрировались на производстве качественного вина, сухого, чтобы дойти до потребителей гурманов, которые знают толк в качестве и смогут оценить вино по достоинству. Таким образом, мы начали искать различные пути, чтобы представить наш бренд и наше качество. Мы испробовали многое и во многих местах, меняли и формат, и образ. Но через эти поиски добились всё же того, чтобы люди узнали о нас. Ученики профессиональной школы из Ниспарень изучают здесь весь цикл производства вина – от выращивания винограда до розлива. В рамках программы они получают и предпринимательские навыки для того, чтобы в будущем открыть собственный небольшой семейный бизнес. «Здесь мы узнаём, как делается вино от А до Я. Мы видим всё, начиная со сбора винограда, его переработки и до розлива и упаковывания в коробки. И вот вино уже готово к продаже». «Очень хорошо, что нам есть, где практиковаться. То, что мы изучаем на уроках, потом на фабрике применяем на практике». «Это интересное занятие. О нас уже знают в мире, что мы занимаемся виноградом, производим качественное вино и вкусные столовые сорта винограда. Очень хорошо, что в нашей школе мы можем применять на практике все знания, полученные во время уроков». Учебный курс для винодела в рамках профессиональной школы из Ниспарень был открыт при помощи европейских фондов. Школьная фабрика производит 16 тонн вина, объём которой позиционирует её как малого автохтонного производителя. «Профессия виноградер-винодел – это визитная карточка профессиональной школы Ниспарень. Это основное направление школы, а зал – основная опора этой профессии». «Это первая мини-фабрика для обучения виноделов в Молдове, которая служит для становления будущих специалистов. Производственный потенциал фабрики – 100 тысяч литров в год. Оснащённая современным оборудованием, она полностью соответствует европейским стандартам качества и гигиены». Хороший опыт коллег из Ниспарен. Господин Кендеглян, скажите, вот важно ли для автономии готовить специалистов сельского хозяйства ещё со школьной скамьи? Создавать для школьников вот такие условия, как вот мы видели в репортаже? «Безусловно. Причём это важно не только для автономии, это важно для любого государства. К сожалению, у нас в последнее время очень мало уделялось внимания со стороны государства именно подготовке специалистов среднего уровня звена. По той или иной причине, что сделано, то сделано. Я надеюсь, что в дальнейшем ситуация будет меняться, и вот такие примеры будут более внедрены в широком диапазоне. Это должны быть не только виноделы, это должны быть и животноводы, это должны быть там хлебопёки, не знаю, какие-то другие профессии, которые будут прививаться с детства, дальше со школьной скамьи. Судя по возрасту, не совсем детство, там достаточно сформированные личности, но всё-таки это юноши, у которых жизнь вся ещё впереди. И те навыки, которые они получают на этой фабрике, я так понимаю, что при СПТУ, наверное, они будут внедрять в жизнь. И я не думаю, что у всех, но даже если у 2-3 человека откроют такую же маленькую фабрику, это уже будет достижение этого училища. Поэтому это очень важно. Учить на самом деле детей труду у нас в последнее время перестали. И зачастую неуважение к труду ведёт к достаточно печальным последствиям. Поэтому очень замечательный пример. И дай Бог им в помощь, чтобы они расширяли не только по виноделию, но и по другим профессиям. Ну и дай Бог в помощь и нам в Гагалузии, чтобы у нас тоже открывались такие классы. Мы будем стараться. Ваше мнение, господин Лазарев? Это превосходно. Не подготавливая специалистов, не может быть отрасли. Всё, тут всё сказано. Скажите, а что делать населению в том случае, когда некуда сдавать свой виноград? Или есть, но очень дёшево у них принимают винозаводы, скажем? Ну, вопрос тут интересный. Во-первых, цена на виноград, то есть на сырьё, она диктует нам ценовую политику на готовую продукцию. На сегодняшний день мы занимаем определённую нишу, ценовую нишу нашей продукции. Исходя из этого, ценовая политика сырья, она тоже ограничена. Вот он и ответ. А вот по какой цене сейчас продают предприятия вина свои? Ну, вина есть разного класса. То есть есть и премьер-класса от стали и бутылка, есть и более ординарные, более простые вина, где цена бутылки колеблется в пределах 20-30 лет. Поэтому нельзя говорить о цене на вино так усреднённо. Вина разного качества, разная цена. Ну, всё-таки цены на вино хорошие, да? Вот разница в покупке винограда ощущается. Ваше мнение по этому, господин Кенди-Клян? Почему так происходит? Что именно происходит? Вот, смотрите, виноград покупают по маленькой цене, да? Людям некуда сдавать виноград. А вино-то всё равно по хорошей цене продают. Хорошо. Значит, смотрите, есть международные правила торговли. В какой-то определённый момент так получилось, что наше государство отрезало для нас традиционный рынок Российской Федерации, а это рынок более 100 миллионов. Поэтому он очень большой. И он практически мог бы поглощать все вина, которые мы производим в стране. Ну, так случилось. Соответственно, винзаводы перестали отгружать свою продукцию, перестали зарабатывать. Если предприятие не зарабатывает, соответственно, он не может купить сырьё. И тут начинается самое печальное. Когда предприятие не может купить виноград, виноградер, не имея возможности его продать, начинает вырубать виноградники. А вы знаете, что процесс получения винограда, он достаточно долгий с момента посадки куста. Он начинается от четырёх лет и дальше. И вырубить легко, посадить сложно. Но, слава Богу, в последние годы, когда государство стало субсидировать эти моменты посадки виноградников, стали очень много экономических агентов, люди стали садить виноград. То есть субсидия сейчас помогает? Обязательно. Любая помощь со стороны государства, помогающая бизнесу, она во благо. Поэтому процесс идёт и достаточно неплохо. К сожалению, что мы не сможем вернуть пока те объёмы винограда, которые мы производили, но восстановление отрасли движется вперёд. А вот почему в некоторых сёлах всё же закрывались эти винзаводы? Какая судьба ожидает тех, которые не способны конкурировать даже у нас, не то что на мировых рынках, но и на собственных? Вот, например, предусмотрена ли для таких предприятий какая-то помощь местная нашим, местными властями? Вот Дизгинжи, например, по-моему. Не работает винзавод. Он не работает, но он относился к категории винпункта. Почему? Потому что он входил в систему винокомрата. И не только Дизгинжинский завод. Есть ещё такие примеры. Есть примеры. Но дело в том, что из-за сокращения объёма виноградников нет, отпала необходимость в больших заводах, которые перерабатывали там десятки тысяч тонн. Поэтому Дизгинжа – это, по-моему, только единственный пример. Какой-то другой там завод, если его и закрыли, то это чисто финансовые проблемы были. На самом деле, все винзаводы, которые работали, в том числе и в советское время, они на сегодняшний день работают. Продолжают работать. Продолжают. Мало того, у нас построились современнейшие заводы. В Уконечнах – это один из лидеров винного рынка нашей страны. Там просто ультрасовременное оборудование стоит. Они на свои собственные средства все это было, да? Да, это инвестиции иностранных партнёров. А, есть инвестиции. Конечно. Это на свободной экономической зоне в Уконечнах. Да, такая компания ДК «Интертрайд» построила один из самых современных заводов в стране. Спасибо. Но у нас есть ещё один хороший пример, один репортаж коллег из Тараклии. Я предлагаю сейчас посмотреть, как винзавод «Села Твардица» конкурирует своей продукцией на европейских рынках, причём работает завод только на свои средства, без поддержки властей. Итак, смотрим сюжет. Несколько десятков лет назад визитной карточкой Тараклийского района были вина. Теперь же винодельческих заводов можно по пальцам пересчитать. А на складах хранится почти 30 тысяч тонн вина. Сбывать его некуда. Лучик света в этом тёмном царстве – завод по производству игристых вин «Булгари Вайнери» в городе Твардица. Это часть холдинга, куда входит и предприятие «Молда Агротрейд», занимающееся исключительно сельским хозяйством. Виноград для «Булгари Вайнери» выращивают совсем неподалёку. Фирма «Молда Агротрейд» на сегодняшний день имеет около 2000 виноградников. Виноградники технического состояния, коньячного и шампанского направления. Это такие сорта под коньячку. Это первенец «Мограча», это цитронный «Мограча». Под шампанского направления. Это «Глера Просека», хороший сорт итальянский. Дальше у нас два новых перспективных сорта. Это цитронный «Мограча» и «Буковинка». Есть у нас и «Каберне», есть и «Мерло». Конечно, «Молда Агротрейд» не покрывает всех нужд по сырью завода игристых вин. В «Булгари Вайнере» новое предприятие, открытое чуть более года назад. Современное оборудование, дробилки, прессы, где идёт обработка винограда. Огромные помещения, безупречная чистота и никакого тяжёлого запаха. Есть только аромат в цехе розлива. За следующей дверью склад. Тысячи бутылок вина ждут своего ценителя. Главный технолог Дарин Мындру уже в дегустационном зале гордо рассказывает о результате труда винодельческого завода. «Мы выпускаем всю гамму игристых вин. Мы выпускаем белые, розовые, красные игристые вина. Мы выпускаем брют, сухие, полусладкие и сладкие. То есть для любого потребителя, на любой вкус. Мы выпускаем дорогие напитки. Вот как пример, эта бутылка изготовлена из хрусталя, без свинца, которая позволяет сохранить вино очень долго. Оно не будет терять свои свойства, не будет окисляться. Это дорогая продукция для особых ценителей». Качество продукции – это визитная карточка завода и способ реализовать свои вины во многих странах мира, рассказывает Дарин Мындру. «У нас достаточно обширная география распространения. То есть мы в основном самые большие рынки, я на них сейчас заострю внимание, это Соединенные Штаты Америки, это Европейский Союз, в частности мы отгружаем во Францию, казалось бы, да, это законодатель шампанских вен. В Европе все-таки мы и туда, за счет нашего качества и наших дизайнов нашли своего потребителя. Только на европейский рынок в месяц попадают до 80 тысяч бутылок. За год работы им удалось реализовать около миллиона бутылок. Никакой поддержки со стороны. Булгари Уайнери завоевывает рынки напитком боков только своими силами. Спасибо. И вновь с нами на связь выходит Кишинев. Господин Лука, какие квоты предусмотрены соглашением ЕС для экспорта молдавской винодельческой продукции? Насколько они осваиваются? Если нет, то почему? Что для этого необходимо сделать предприятиям? Ну, тут очень легко ответить на ваш вопрос, потому что квот нет вообще. Начиная с 2014 года, с 1 января, Евросоюз полностью отменил все квоты. Этим он как-то дал ответ на второй эмбарго, который начался в сентябре 2013 на российском рынке. То есть, начиная с 2014 года, нет квот на европейском рынке. То есть, продавай сколько можешь. Другое это дело, если наши продажи там растут или нет. Последние два года, когда были квоты, это 2013 и 2012, мы недостаточно продавали в Европейском Союзе, чтобы полностью покрыть эти квоты. Ну, начнем с того, что в Европейском Союзе и своего вина хватает. Все-таки мы тут говорим о Италии, Испании, которые имеют где-то по миллиону гектар винограда. Ну и, конечно, Франция, которая номер один в мире. Но все равно рынок большой, и молдавская продукция продается на европейском рынке. И мы завоевываем по чуть-чуть некоторые важные европейские рынки, как Германия, Англия, Чехия и Польша являются очень важными рынками сбыта наших виноделов. Но также и Румыния в последние пару лет очень важный рынок стал. Продукция продается и наливом, продукция продается и бутылированная. То есть примеров есть очень много, но борьба все-таки очень большая. Потребитель остается тем же, а вино приходит из всего мира на европейские рынки. Очень сильно конкурируем сейчас с новым винным светом. Это Чили, это Аргентина, это Южная Африка, это Калифорния, то есть вообще США. Там уже есть еще некоторые новые винные регионы. Поэтому я раньше говорил, что очень важно продвигать винный бренд страны, Молдова, как страна с традициями, страна с тысячелетними традициями производства вина. Ну, то есть квот нет, но мы пытаемся как можно больше продавать вина на европейских рынках. Спасибо, господин Лукай. И еще один вопрос я вам задам. Возможен ли вариант создания мини-винзаводов в сельских местностях? Предусмотрены ли для этого какие-то программы, гранты, субсидии от государства? Конечно же, возможно. И, скажем так, сейчас мы находимся во время больших перемен структур винодельческих предприятий. Со времен Советского Союза у нас остались очень большие предприятия, которые производят тысячи тонн в год, перерабатывают очень много винограда. И, конечно, места на рынке таким предприятиям всегда будет. И для этого вина тоже всегда будет находиться потребитель на внешнем и внутреннем рынке. Но все больше и больше появляются малые производители вина, которые до сих пор производили только виноград и продавали его, как вы и говорили, задешево большим предприятиям. То все больше и больше начинают появляться семей, которые говорят, я ведь сам могу это сделать дома, я могу произвести хорошее качественное вино, я могу его сам продавать, может быть, как виноматериал, или уже как готовую продукцию сначала на местном, региональном рынке, потом, почему нет, и на международном рынке. Таких примеров есть. У нас в Молдове существует и успешно процветает ассоциация малых производителей вина, которые делают именно то, о чем вы спрашивали. Малые предприятия, которые в селе, рядом с виноградниками, производят высококачественные вина. Я очень рад, что Неспаренская школа, а также школа из Лёва, являются также членами нашей ассоциации. Это очень хороший пример, как можно продвигать качественные вина, появляться на рынке с новыми брендами. И раньше вы с коллегами говорили, как важны инвестиции в молодежь. Я очень рад, что в Неспаренах и в Лёве есть такие примеры, где уже более 10 лет учителя, в особенности директор школы из Неспарен, господин Лупей, он очень много энергии вкладывает в этот проект, который, поверьте мне, очень нелегкий. Потому что, когда на рынке появляется вино, и никто о нём не знает, вот то вино, которое показывали в репортаже Крис Чендо, которое завоёвало очень много медалей на международных рынках, потребитель скептически смотрит на него, потому что вино из какой-то школы. И он не легко решается потратить 100 с чем-то лей, сколько стоит эта бутылка, потому что есть ещё скептицизм, что, а какое может быть качество в бутылке, которая приходит из какой-то школы. Поверьте мне, это очень качественные вина, и последние 10 лет они там очень сильно работают на продвижение тех продуктов, которые они делают. И такие же усилия и вклады делают и другие маленькие предприятия, которые по всей территории. И в той же УЗИ есть очень хорошие примеры предпринимателей, которые поняли, что продавать за копейки виноград с этим уже, ну, как минимум, не то, что не проживёшь, а даже те затраты не покроешь, которые сделал на виноград. Поэтому все начали говорить о собственном бренде, о собственном вине и по чуть-чуть продавать. Есть ли на это какие-то программы? Ну, во-первых, это субсидии, которые даются государствам, и которые очень рад, что в этом году повысились до, в принципе, до 85 тысяч лей можно будет получить от государства, если правильно посадить виноград. Это немалые деньги, ну, там разные категории, по каким будут получаться эти субсидии. Но все-таки есть эта поддержка государству, это очень важно. Плюс есть поддержка Европейского банка инвестиций, который через программу «Филюер Дувен» дал государству 75 миллионов евро на развитие винного сектора. Ну, это получается тоже кредит, но есть определенные моменты, почему этот кредит для виноделов и виноградов и более интересен. Теми же сроками мы слышали, что один раз посадил виноград и только через 4 года будет первый урожай. Так вот, один инструмент очень важный, который позволяет этот кредит начинать возвращать кредит только через 4 года, когда эффективно начинают появляться прибыли. Но, к сожалению, других больших программ или фондов пока что нет. Ну, мы сначала должны показать, что мы можем работать вместе и продвигать нашу страну, что мы и вправду делаем очень качественное вино, и может быть появится дополнительный фонд от Евросоюза. Но сейчас, так как мы не являемся ни кандидатами и даже нет такой перспективы евроинтеграции, то не может быть и речи, конечно, от других финансовых инструментов от Европейского Союза. Но очень сильный партнер, и я специально хотел оставить себе время для того, чтобы чуть поговорить, это Соединенные Штаты через USAID, который является на сегодняшний день единственный иностранный донор, который пошел на тот риск помогать винному сектору в Молдове. И вот уже лет 7-8 есть программа, финансированная USAID, которая частично также помогает малым предприятиям. В этом году они стартовали программу грантов, и также уже были те, которые получат эти гранты, уже узнали об этом. Но программа на 5 лет, так что в следующий год и в следующие 2-3 года эти гранты будут опять объявляться для малых производителей Вина. Так что я надеюсь, что все больше и больше малых производителей, в том числе из Гагаузии, заинтересуются этими грантами и получат их от государства, от американского государства. Спасибо, господин Лука. Ну что ж, продолжим обсуждение в нашей студии. Скажите, господин Лазарев, скажите, как проще для виноделов продавать свою продукцию цистернами на розлив, как мы видели в первом репортаже, да, из Феропонтьевки, или бутилированно, вот как мы смотрели, видели в Твардице, в красивой упаковке отправлять так на рынки. Как Вы считаете? Давайте начнем с того, что вино – это законченный продукт. То, что мы видим в красивом оформлении, в бутылке – это вино. До этого это полуфабрикат. Исходя из этого и цена. Цена бутылки вина, готового продукта, и цена одного дал виноматериала, или как Вы выразили с цистернами, соответственно, цена разная. Что выгоднее – решает сам производитель. Вот и все. Есть рынки, где востребованы виноматериалы, поставляются виноматериалы. Есть рынки, где востребована готовая продукция, поставляется готовая продукция. Но готовая продукция, которая розлита в бутылку, соответственно, ее себестоимость увеличивается за счет того, что добавляется цена бутылки и других комплектующих. Спасибо. Господин Кендеглян, вот скажите, после того, как Россия разрешила нам, некоторым предприятиям, поставлять им винодельческую продукцию, а молдавские вина проходят через этот коридор в Россию, через Гагаузию? Начнем с того, что Молдова – это маленькая наша любимая родина, и использовать все возможности для того, чтобы она развивалась, мы обязаны. Мы обязаны получать, если нам оказывают помощь как Соединенные Штаты, так и Российская Федерация, Европейский Союз, отталкивать руку помощи нельзя. Это помогает нам развивать все секторы экономики, в том числе и винодельческие. Так получилось, что для большинства, ну а на сегодняшний день, наверное, для всех винодельческих предприятий рынок Российской Федерации открыт. В той или иной степени, потому что сейчас руководство автономии добилось того, что все предприятия, которые не имели на территории Гагаузии, которые не имели доступа, они будут его иметь. Приедет Роспотребнадзор, проинспектирует и откроется для нас это возможность, для всех предприятий. Я так думаю, что это позитивный момент, в том числе и для молдавских предприятий, потому что экономика страны у нас едина. Она не делится, конечно, вообще. И страна едина, и экономика едина. И те винзаводы, которые имеют партнерские отношения с партнерами из молдавских регионов, они, естественно, помогают, в том числе и покупая их виноматериалы, разливая у себя и отправляя на рынок Российской Федерации, который для нас традиционен, и он очень большой. И на нем, на самом деле, места хватит всем. Таким образом, наши предприятия оказывают помощь в реализации своего продукта. Всем. Всем, конечно, всем. Спасибо. Сейчас я предлагаю посмотреть еще один репортаж из Камрата, а после мы уже подведем итог нашей дискуссии. Итак, смотрим репортаж. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хоть и говорят, что южная степь Молдовы капризная и засушливая, но жаркая солнечная погода способствует выращиванию здесь сладкого, сочного, черного, янтарного и золотого винограда, что является гордостью для всех жителей этого региона. Ни одно застолье, ни одна свадьба, ни одна кумытрия у южанина не обходится без вкусного вина. Собрав урожай, заполнив бочки вином, они традиционно отмечают окончание полевых работ. Праздник вина и свадьбы раньше у нас, у гагузов, начинались только после того, как забродит вино и пройдет 40 дней после его сбора, потому что вино должно устояться, оно должно осесть, оно не должно быть мутным. Гагаузия непосредственно играет очень большую роль в виноделье Молдавии. Это южные регионы, здесь всегда была традиция производства вина, здесь всегда производилось хорошее, качественное красное вино. Нам очень приятно, что наша вина пользуется спросом не только в республике Молдавии, но и за границей. На праздник вина в столицу автономии съезжаются жители из всех населенных пунктов юга Молдовы. Здесь они представляют гостям и жителям Гагаузии не только свои лучшие вина, но и предлагают самые вкусные национальные блюда, представляют свои народные костюмы, поют песни, делятся своими народными традициями. Действительно, наше село Кирсово – это очень музыкальные, талантливые и самые красивые люди у нас. Приезжают на этот праздник и многие виноделы из разных стран, которые планируют наладить маленькой Гагаузии контакты по закупке качественного вина. Наша гостья из Белоруссии самыми добрыми словами отозвалась о празднике вина. Здесь, на Гагаузской земле, вино начинается с виноградника и заканчивается вот таким красивым бокалом. Весь этот процесс идет на одном месте и очень прекрасно. Поэтому я очень рада, что здесь сохранились люди, которые любят вино, производят вино и сами умеют его хорошо употреблять. Вот такой дружной семьей живут народы Южной Степи. От зари до заката работают, не покладая рук, превращая этот регион из засушливой степной местности в развивающийся экономический регион. Ну а лучшие вина конкурируют на праздники вина. И каждый производитель гордится своей продукцией и старается выглядеть конкурентоспособным. Эти праздники стимулируют производителей вина и способствуют сближению людей всех национальностей, объединяют их в стремлении сохранения народных обычаев и исторических традиций. Ну что ж, уважаемые участники, подведем итог нашей передачи на тему конкурентоспособность, проверка зрелости экономики. Я прошу каждого из вас очень коротко дать свои рекомендации производителям вина. Участнику центральной студии канала «Регионал» предоставляем слово. Господин Лука, две минуты буквально. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Я был очень рад, что вместе с коллегами из Гагузи у нас была возможность поговорить про наши сегодняшние проблемы. Ну, я, во-первых, хочу исходить из того, что я сам малый производитель, и очень много лет работал над улучшениями условий для малых производителей. Я хотел бы посоветовать всем, которые задумываются над этой темой, взять все силы в руки и вправо попробовать прийти на рынок со своим высококачественным продуктом. Потому что, хотя рынок и насыщенный разными винами от очень многих предприятий, все равно есть место для высококачественного регионального продукта. Это, во-первых, у себя дома в Гагаузи или в том регионе, где непосредственно растет виноградник. Но Кишинев очень большой рынок и очень открытый для высококачественной продукции. И, конечно же, зарубежные рынки. Для некоторых это может быть в самом начале казаться очень сложным. И вправду надо много работать над качеством, над брендом, над этикеткой. Но продавать только виноград за бесцены – это не долгосрочная стратегия развития. А мы хотим все-таки, чтобы молодые люди из Гагаузи, которые, может быть, получат от своих родителей гектар-два винограда, чтобы они этим занимались всю жизнь и видели в этом перспективу. Поэтому надеюсь, что тот пример малых производителей Молдовы, которые сегодня уже покорили иностранный рынок, послужит хорошим примером и для новых предприятий из Гагаузи и других регионов страны. Спасибо, господин Лука. И ваши рекомендации очень коротко, буквально по минуте. Господин Лазарев. Хочу поблагодарить вас за приглашение. Беседа действительно актуальная. Потому что на сегодняшний день, как было сказано раньше, виноделие является одной из лидирующих отраслей нашего хозяйства. Не только Грузии, но и Молдовы в целом. Хочу порекомендовать лишь одно. Увеличивать сырьевую базу, то есть виноградники, площади виноградных насаждений. И производить только высококачественные вина. Работать, работать и работать. Да, господин Гензиглян, ваша рекомендация. Я тоже вас хочу поблагодарить за то, что пригласили. И я хочу порекомендовать нашим людям, которые живут в этом прекрасном краю, любите свою родину, любите то место, в котором вы родились. И не уезжайте никуда. Делайте все для того, чтобы вам здесь, на своей родине, жилось хорошо. И это вы можете в себя применить как в виноградарстве, в виноделии, в животноводстве, в полеводстве. Потому что дороже, чем наша земля, у нас ничего нет. Успехов вам, здоровья и Божьих благословений. Спасибо вам за участие. Конкуренция – это слабость мышления. Конкуренции нет, если вы мастер своего дела. Работайте над собой и качеством своего продукта. И вы не будете бояться конкуренции. Я благодарю за участие в программе гостей, присутствующих в Камрадской студии и эксперта в Кишиневе. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему конкурентоспособность, проверка зрелости экономики. Я надеюсь, что затронутые нами вопросы в ходе передачи были интересны для всех граждан Молдовы. До новых встреч в передаче «Альтернативы». Субтитры создавал DimaTorzok